Здравствуйте! На канале Заречная программа «Вопросы есть» в студии Елены Степкина. Я приветствую всех, кто хочет знать ответы в этом выпуске. Каков порядок утилизации транспортного средства? Кому врачи могут предоставить информацию о состоянии здоровья пациента? Будут ли в этом году ремонтировать дороги на внутриквартальных территориях? Ответы на эти и другие вопросы в ближайшие 10 минут. Оставайтесь с нами. Почему по телефону врачи не предоставляют информацию о состоянии пациента-стационара? С таким вопросом к нам обратился один из телезрителей. У сотрудников приемного отделения медико-санитарной части 59 он хотел узнать о здоровье своего соседа, которого недавно госпитализировали. Но ни о самочувствии, ни о том, в какое отделение направили больного, информацию ему не предоставили. Сказали, что для получения каких-либо сведений необходимо прийти в стационар. Почему интересуется зареченец? У нас законодательство ограничено в этом. Еще в 2011 году вышел федеральный закон 323-й об основах охраны здоровья граждан. И там есть 13-я статья, в которой есть такое понятие врачебные тайны. И в соответствии с этой статьей, с этим законом мы имеем право представлять информацию только при... В том случае, если пациент сам разрешает, даже близким родственникам. Потому что если пациент запретит нам, и даже у нас на сегодняшний день, допустим, госпитализируется человек, и в истории болезни расписывается и указывает тех лиц, которым мы можем предоставить информацию. Поэтому если даже, например, он откажется писать информацию своей жене, супруге или детям, то есть мы информацию даже близким родственникам не даем. А тем более по телефону. То есть это вот на сегодняшний день даже сам факт обращения за медицинской помощью, независимо от того, в поликлинику или в стационар, он и охраняется законом. Действуют ли программы, согласно которой 11-классникам зареченских школ выдают направление на целевое поступление в медицинские вузы? Мама будущей выпускницы волнуется, успеют ли они оформить все необходимые документы. Несколько лет назад их знакомая при поступлении в медвуз предъявляла направление, выданное в медико-санитарной части. Экзамены ей, конечно, пришлось сдавать на общих основаниях, стараться набрать как можно больше баллов, но этот документ стал своеобразным бонусом при поступлении. В какие учебные заведения готовы принять зареченцев, получивших целевое направление, и каковы условия программы? Да, программа действует. Мы начали целевые наборы с 2008 года, и вот уже в 2016 году, в августе-сентябре, у нас пришли молодые специалисты, хирург, кулист, детский невропатолог с апреля месяца вышел. На сегодняшний день было заключено договоров, вот я не считаю 2017 год, вот свежий целевой набор, сейчас договоров мы как бы заключили 20, но пока неизвестно, сколько из них реально поступит. А вот до 2017 года мы заключили 62 договора, но, правда, не все далеко доучились, из них только 49 человек у нас на сегодняшний день продолжает обучение. Остальные по разным причинам, в том числе и по неуспеваемости, были отчислены из вуза. В этом году ожидаем, к нам должен прийти наш целевик, также хирург и лор-специалист. Четко прописывается договор, то есть по окончании института человек должен к нам вернуться, отработанность положенной 5 лет, и только после этого он может уже дальше сам распоряжаться своим трудоустройством. У нас целевой набор проводится в рамках договора Федерального медицинского биологического агентства, которому мы подчиняемся, и Министерство здравоохранения Российской Федерации. Пензенский государственный университет, на базе которого находится Медицинский институт, подчиняется Министерству образования Российской Федерации. И поэтому мы можем дать направление в Москву, в Питер, в Самару, в Саратов, в Рязань достаточно пользоваться спросом. Практически во все вузы. Смотреть, какие специалисты нам будут нужны через 6 лет, это все-таки сложно, достаточно. Это раз. Во-вторых, с 2017 года упразднили интернатуру, и на сегодняшний день все студенты, если раньше была написана специальность лечебного дела в дипломе, потом должны были проходить интернатуру уже на рабочем месте, или потом, законодательство поменялось уже при институте повышения квалификации, или при медицинском институте, то он на сегодняшний день выпускается врачами общей практики. И они могут сразу приступить к работе, уже непосредственно в поликлинике, в полуторно-поликлиническом, извиня, в качестве врачей-участковых терапевтов, врачей общей практики, либо дальше нужно их специализировать уже в ординатуре. Там дальше уже ближе к окончании института, да, мы уже, естественно, проговариваем вместе с студентами, нацеливаем на какую-то конкретную специальность, которую мы в ближайшие, по крайней мере, 2-3 года нас будет востребованы. Как избавиться от старого авто? В гараже одной из наших телезрительниц стоит автомобиль 1993 года выпуска. Женщина ежегодно оплачивает транспортный налог, но уже много лет машиной не пользуется. Поначалу думала, что вскоре восстановит, но ремонт так и не начался. Теперь уже начал гнить кузов, и Зареченко решила, что пользоваться автомобилем она уже не будет. Решила его продать, но покупателя не нашлось. Тогда семья приняла решение утилизировать ставшее ненужным транспортное средство. Что для этого нужно сделать? Собственник транспортного средства обращается в любое регистрационное подразделение с письменным заявлением или может обратить через портал государственных услуг с просьбой утилизировать транспортное средство. В данном случае он предоставляет регистрационный документ на транспортное средство, это паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации, а также предоставляет старые регистрационные знаки, которые у него находились ранее на транспортном средстве. После этого мы прекращаем регистрацию в связи с утилизацией транспортного средства. Само транспортное средство нам не предоставляется, нам достаточно только одни документы и регистрационные знаки. Что дальше будет, это уже воля залияния собственника, куда она денет транспортные средства. Запланирован ли ремонт дорог во дворах? В этом году на нескольких проезжих частях постелили новый асфальт. Качеством работ довольны и специалисты Управления капитального строительства, как проверяющая сторона, и горожане. Сейчас ремонтируется участок дорожной сети по улице Литки и Коммунальной. Планируется, что в июне работы здесь будут завершены. Затем строителям предстоит отремонтировать еще несколько участков дорожного полотна на проезжих частях города. Дойдет ли очередь до внутриквартальных территорий, интересуются горожане. Во многих дворах, уверяют зареченцы, ремонт необходим. В Управлении капитального строительства сформирован план по выполнению работ во внутриквартальных территориях. У нас реализация этих планов будет осуществляться через две программы. Это создание современной городской среды. У нас предусмотрено асфальтирование территории в рамках этой программы на 18-800 миллионов рублей. Также у нас будет реализация программы «Городская среда». Там у нас объем финансирования на асфальтирование внутридворог территории предусмотрен в объеме 7,5 миллионов рублей. Мы планируем, что в июле у нас уже будет муниципальный контракт и подрядчик приступит к выполнению работ. Объем работ, который предусматривается по ремонту внутриквартальных территорий, включает в себя используемые материалы. Асфальт – это марки Б2. То есть это также хороший износоустойчивый материал, который ранее применялся на уличной дорожной сети города. То есть учитывая то, что во дворах трафика небольшой, то есть там нет необходимости применять более дорогостоящие и высокопрочные материалы. Объем, который предусматривается в части асфальтирования во внутридворог территории, предусмотрен у нас это 47 тысяч квадратных метров в целом по двум программам. Ознакомиться с перечнем тех дворов, где будет производиться асфальтирование, можно в средствах массовой информации на сайте Зарпресса. Там подробный перечень по заявкам жителей присутствует. У нас в городе предусмотрено выполнение работы в 12 кварталах микрорайонных города. Время, отведенное нам в эфире, заканчивается. В следующей передаче мы продолжим отвечать на вопросы телезрителей. Задать интересующий вас можно по телефону 60 85 42. Мы ждем ваших звонков с 9 до 18 часов ежедневно, кроме выходных. Вы также можете оставить свое сообщение на сайте телерадиокомпании «Заречный» trkz.ru или отправить на электронный адрес, указанный на экране. Пишите, звоните, будем вместе искать верное решение. Всего вам доброго, до новых встреч на канале «Заречный». Дорогие мои коллеги, я с гордостью и удовольствием называю вас коллегами, потому что мы с вами долго и плодотворно работаем. И такого профессионализма, который проявляет телерадиокомпания «Заречный» к репортажам, связанным с образованием, я не наблюдаю нигде ни в одном средстве массовой информации. Уважаемые коллеги, я вас поздравляю. 20 лет возраст небольшой, но солидный. Я желаю вам, по крайней мере, столько, ну а в лучшем случае, несколько раз по столько. С днем рождения!